И поприветствую на импровизированную онлайн-сцену первого владельца первых призов соревнования, Геннадия Штеха, который расскажет про атаку, что он делал в своем публичном решении, и, может быть, еще какими-нибудь интересными идеями и соображениями. Собственно, да. Мы сегодня рассмотрим, как нападать на модельку с помощью ботана. И, собственно, посмотрим, как этот матан применяется в том публичном решении, которое я запасомнил. В программе, собственно, зачем? Потом мы немножко поясним за икобианы. Посчитаем икобианы, научимся их применять именно к нашей задачке. И я еще, если успеем, покажу небольшие инсайты об атаке, но там не сказать, что что-то прям суперское. Зачем нападать на модель именно так? Ну, то есть перед нами, во-первых, стоит такая задача. Во-вторых, поскольку у нас отсев по лидерборду, нужно использовать максимально эффективное решение в данный момент. Было соображение, что атака будет неэффективна против уже модели защиты, которая будет уже в турнире. Но именно при отборе было необходимо использовать именно самый мощный инструмент, самый мощный и этот самый точный. Как Алексей говорил на первом этапе, скальпель против бензопилы. Вот здесь нужно было выбрать скальпель. Собственно, с философией на этом закончим. Поехали к икобианам. Икобиан достаточно простая штука на самом деле. По сути, это частная производность по каждому выходу функции, по каждому ее параметру. А именно, здесь, так, не знаю, будет видно мышечку. Видно бы мышечку? Как показатель использовать? Собственно, что у нас здесь происходит? Ну, икобиан, это G, J. У нас есть производная функция. Нейронная сеть — это функция. Она вполне дифференцируема почти везде, чтобы по ней бегали градиенты, чтобы можно было делать градиентный спуск. Поэтому у нас здесь проблем не возникает. И мы по каждому аргументу функции, то есть по каждому имбилингу в данном случае, ее дифференцируем. Это можно переписать как транспланированный градиент этой самой функции, либо вот в виде матрички. Собственно, матричка называется икобианом. Те, кто учились в российской матан-школе, наверное, могут запутаться, потому что икобиан — это определитель такой матрицы. Но в английской литературе икобианом называются и сама матрица, и определитель матрицы. Либо в русском языке называется матрица икоби. На всякий случай, это все время надо дать. Рассматривая табличку, можно понять, как она выглядит. В смысле матричку. Собственно, вот у нас первый выход нашей нейросети. Вот у нас первое число, которое в нее входит. Первый выход нашей нейросети — последнее число, которое в нее входит. В нашей сдачке у нас получается два выхода, то есть M равно 2. То есть F1 и F2 будет. А N равно 240, потому что коммерцинированные имбилинги, все, которые подаются в RNN, имеют 240 размерности. Сейчас мы на примере посмотрим, как его считать, если считать его руками. Это, мне кажется, даст некоторое понимание, что эта штука на самом деле совсем несложная. Возьмем для примера простую функцию, которая переводит из полярных координатов декартовые. Собственно, вот формула выше, код ниже. Собственно, код совпадает с формулой. Здесь бы задержаться, но я не знаю, что сказать. Поэтому если кому-то будет... В общем, по вопросам будет понятно, успели ли почитать слайд. Если Ycobian считать в лоб, то есть именно руками взять все производные без вот этого пайторчевской магии, то Ycobian будет равен правому выражению. Это у нас легко понять, что если dx по dr, это у нас останется, собственно, косинус, dy по dr, это останется, собственно, синус. А тут у нас поменяется где-то знак, где-то функция этого самого, трагонометрическая. А r останется. Здесь r, получается, типа, производная по функции r, x равна, собственно, единичке. Поэтому здесь ничего не остается. Но я думаю, что производные можно будет вспомнить попозже, если появятся вопросы по этому пункту. И вот я здесь написал функцию, которая эту формулу имплементирует в ходе с данными. Я тут немножко перепутал греческие буквы. Эта буква называется fi, а я ее обозвал row в коде. Поэтому где-то она будет row в коде, а где-то fi. Извините, пожалуйста. Не путайтесь. Далее мы делаем простую вещь. Мы, собственно, считаем Ycobian вот той ручной функцией. Получаем вот такие вот числа на каком-то рандомном входе, который я придумал. А также считаем Ycobian с помощью, собственно, PTRC. Как это выглядит в PTRC подробнее мы увидим чуть попозже. Ну вот я посчитал Ycobian. Ycobian считается от функции и ее аргумента вторым параметром. То есть здесь, соответственно, мы разбиваем аргумент на r и fi. Здесь такая сложная аннотация, чтобы они остались размерностью двумерной, а не одномерной, чтобы там решеев один делать, собственно, как и здесь. И Ycobian нам отдает матрицу. Можно увидеть, что у нас на самом деле Ycobian-то простой, двумерный, если здесь увидеть. А здесь аж четыре размерности, четыре скобочки. Давайте разберемся, что эти размерности именно в PTRC означают. Вот у нас получается размерность 1 на 2 на 1 на 2. Собственно, 2 и 2, это у нас 2, это выход функции, потому что мы возвращаем, собственно, координаты x, y. И 2 – это вход функции, собственно, потому что мы подаем r и fi туда. 1 и 1 – это размеры бачей. И, поскольку у нас функция, как бы, если мы подаем одну пару координат, мы возвращаем одну пару координат, получается, что это вот размеры бачей. Дальше мы рассмотрим, собственно, как это выглядит в реальности. В реальности все чуть хуже с размерностями. Давайте посмотрим, как берется Ycobian именно к нашей нейросетке. Нейросетку пришлось слегка переписать. В том смысле, что она должна сначала посчитать нам эмбиддинги, поскольку изначально у нас аргумент – это чиселки, собственно, индексы наших транзакций, индексы сумм и индексы MCC-кодов. Нам нужно по ним получить эмбиддинги, то есть какое-то непрерывное пространство из 240-мерной. Мы его получаем и отдаем дальше как аргумент. Вот он – X. Дальше здесь, поскольку я распилил нейросетку на несколько этапов, мы, собственно, сначала получаем представление через RNN, через ГРУ, и затем, собственно, классифицируем эмбиддинги, получаем финальный выход. Ну, эмбиддинги, в смысле, эмбиддинги уже из-под ГРУшки. Вот такой Ycobian считается. Ycobian получился у нас размерности вот аж такой. Что это все означает? Собственно, 10 – это размер батча. Что здесь 10, что здесь 10. Далее 2 – это размерность, собственно, выхода нейросетки. Она у нас там делает, дает два выхода, то есть OffMax по ним считает, собственно, класс. Нулевой класс – это вероятность того, что клиент не дефолтный, а единичка, что дефолтный. 300 – это количество транзакций в датасете, а 240 – это размерность нашего эмбиддинга на входе. Соответственно, здесь у нас Ycobian пятимерный, потому что у нас трехмерный вход. То есть в примере с Ycobian по полярным кататам у нас был двухмерный вход, условно, а здесь у нас трехмерный. Здесь размерность, соответственно, это размер батча, размер количества транзакций и длина эмбиддингов. Нам бы хотелось получить более понятный тензор, матричку размерности вот такой вот, потому что она нам полностью описывает то, что нам нужно. Ну, собственно, все просто. Для этого мы берем вот такой вот такой средств, слайс. Поскольку нас интересует только главная теагональ, на вот этой вот десятке, потому что у нас заведомо известно, что один вход не влияет на другой вход. То есть у нас, грубо говоря, первый пользователь никак не влияет на выход второго пользователя. Но поскольку матрица в Ycobian должна быть именно такой формы, PyTorch ее раздувает искусственно, и получается, что здесь лишние есть координаты. А нас интересует только главная диагональ. Чтобы взять главную диагональ, мы просто берем Torch Arrange и той размерности, которая нам нужна. И, по сути, забираем главную диагональ из нулевой и из второй координаты. Поскольку нас интересуют выходы только те, которые соответствуют выходу нейросети, именно тому выходу нейросети, который мы хотим сломать, мы также берем слайс по первой координате. Это мы делаем и по знанию о том, хотим ли мы к позитивному классу привести к конкретному пользователю или к негативному. Это мы делаем просто о предсказании нейросети, то есть мы предсказываем нейросеткой какой класс сейчас у этого пользователя и хотим сменить его на обратный. Соответственно, когда меняем его на обратный, мы получаем максимально большую разницу между текущим рок-ауком и тем рок-ауком, который мы получим. Это и дает нам наиболее высокий скорб. Поэтому мы получаем классную матрицу размерность 10 на 300-240. Собственно, 10 – это размер бача, потому что если считать по одному, то это сильно долго. Ну, можно и по одному, тогда матрица вообще будет двумерный. 300, опять же, транзакции, 240 и меринги. Собственно, что нам это дает? Это означает, что по каждой транзакции, в каждом элементе бача, мы знаем, куда хочет стремиться функция, куда хочет стремиться эмбеддинг, куда его нужно, в какую сторону менять, чтобы у нас изменилось направление того, куда хочет предсказывать непосредственно нейронг. То есть вот это наш градиент по входу, по большому счету, для каждых 300 транзакций, везде видно эмбеддинг, который нужен, в какую сторону двигаться, именно в этой точке, чтобы получить обратное предсказание. Подытожим текстом. То есть вот у нас есть икобиан. Он дает некое направление, как бы градиент, в котором можно как бы оптимизировать все, подавшим подразумевая вход, чтобы выход изменился так, как мы хотим. Собственно, получаем икобиан, вытаскиваем из матрички нужные нам вещи и двигаем вход в нужном направлении. Профит? Нет, не профит. Это бы сработало, если бы у нас была значка на картинках. На картинках у нас вход как бы непрерывный. То есть у нас там есть пиксели, и мы можем эти пиксели поменять чуть-чуть в картинке, и тогда предсказание изменится. Но мы не можем поменять чуть-чуть вход на нашей нейронке, потому что у нас дискретный вход. Потому что на вход нам подается конкретный имбейдинг, который задается конкретным индексом в входе. И нам нужно выбрать какой-нибудь имбейдинг, который максимально близко находится к тому направлению, куда нам указал икобиан. То есть мы стоим где-то здесь, икобиан говорит, двигайся туда, мы видим имбейдинг где-то здесь, и такие, ну, наверное, раз направление совпадает, давай вместо этого имбейдинга поставим вот этот имбейдинг. И получается изменение входа функции. Собственно, этот алгоритм записан в той статье, которую нам выдали организаторы, статья 2016 года, то есть довольно старая. Здесь, что самое главное, куда смотреть. Смотреть нужно на пятый шаг. Что здесь происходит? Мы выбираем какое-то слово i из последовательности, ну, то есть какую-то транзакцию из последовательности x со звездой. И перебираем все такие z, то есть смещение, то есть то, на какой имбейдинг мы можем замениться, так, чтобы разница между текущим имбейдингом и тот, на который мы заменим, по направлению с икобианом. sgn – это типа sign, но для вектора это будет направление по стульте единичный вектор. Вот. И мы минимизируем вот эту разницу между направлением и вектора. Потом вписываем этот имбейдинг в последовательность и повторяем еще раз, пока у нас класс функций не изменится на нужный нам или не уйдет из того, который он был. Это если мы используем бензопилу вместо скальпеля. В случае скальпеля мы хотим в точности, чтобы был противоположный класс. В случае бинарной классификации эти задачи идентичны. Собственно, вот пример кода, который это делает. Перед тем, как все можно сделать, нам пришлось попилить имбейдинги, поскольку у нас икобиан посчитался по всей размерности всех имбейдингов, до есть 40 имбейдингов. Но среди них нужно выделить отдельные имбейдинги транзакций, отдельные имбейдинги сумм транзакций. Здесь у нас перемена desired – это желаемое направление. original amp – это тот имбейдинг, который мы имеем сейчас. Эмбейдинг стучус – это те, которые мы можем выбрать как альтернативу текущему имбейдингу. Здесь довольно сложная форма, чтобы это все посчиталось векторно и очень быстро. Собственно, про эти формы, наверное, общаться не будем, если только вопросов и выяснений нет. Мы, собственно, заводим матричку результатов, нормируем все имбейдинги, как хотим, считаем ту самую разницу, и как это, budget, matrix, multiplication – это получается пакетное матричное умножение. С помощью него мы добиваемся того самого эффекта, что у нас единичные векторы через умножение получаются наилучшие совпадения направления. Здесь можно делать это не умножением, а какой-нибудь разницей, опять же, минусом, но мне показалось уместнее использовать что-то типа косинуса между векторами, раз там используется направление, чем просто эвклидовую разницу. Вот это может быть точка экспериментов. Я вот с этим не экспериментировал, можете попробовать. Это код прямо из публичного решения. Вот теперь профит. Собственно, после того, как мы посчитали… То есть из этой матрицы, которая здесь получилась, similarity to possible from design, мы просто берем argmax и получаем непосредственно тот embedding, куда нужно сместиться, который нужно выбрать теперь для той транзакции. Собственно, теперь небольшие инсайты о том, как это все выглядит с точки зрения. Ну, в общем, какая-то аналитика. Я в данном… на данном слайде я просто попытался взять… сделал атаку на трейнсет, посчитал, собственно, результат работы оригинальной сети на трейнсете и на зараженном трейнсете. Вот видно, что 67 и 41 – это качество. 67 – это качество исходной модели, 41 – это качество, когда мы ее… мы травили данные. После этого я прогнал одну эпоху на тренировочные данные для этой модели. У нее, само собой, увеличилась качество, потому что переобучение, но при этом не особо-то модель стала устойчива к атаке, которая проведена была ровно так же. То есть та же самая атака, которая была в первом столбце, применена во втором столбце в нижней правой части. То есть если мы просто обучаем модель, она, скорее всего, будет все еще подвержена атаке. Здесь я попробовал по-другому. Здесь я обучал модель на атакованных данных. Видно, что качество обучения здесь уже не такое классное. Ну, то есть результат работы на трейне, потому что здесь я учил не на всем трейне, а на его подможестве, чтобы не было переобучения. Но при этом устойчивость к атакам возросла многократно. То есть здесь у нас 0,51, а здесь 0,43. То есть при том, что училась моделька на значительно меньшем количестве данных, чем полный трейдер-сет. То есть если учить модельку игнорировать атаки, то со временем она может перестать на них как-то реагировать. Ну, это прикольно, но я не стал идти этим путем в защите. Ну, посмотрим, к чему это привело. Далее. Собственно, в чатике был вопрос, куда моделька утягивает решение. То есть на что она меняет. На данном графике у нас по оси Y это куда модель поменяла решение именно по сумме транзакции. По оси X это откуда. Видно, что здесь все вытягивается в горизонтальной линии. То есть, в принципе, моделька склонна к тому, чтобы как бы приводить различные X к одному и тому же Y. Но это может быть последствием постобработки. То есть, когда мы уже из эмбиддингов получаем непосредственно суммы, здесь уже оно само к себе группируется, потому что у нас эмбиддингов ограниченное число, а суммы, они как бы непрерывные. То есть, прямо из этого графика я сделал вывод, что никакой классной корреляции между тем, как выглядят атакованные данные и исходные данные, мы не видим. Далее интересно, на какие MCC-коды меняет модель, собственно, исходный MCC-код. То есть здесь у нас табличка справа количество раз, сколько раз модель поменяла на этот MCC-код. Транзакцию. И видно, что здесь тоже нет никакой магии. То есть здесь она просто меняет как-то, и те категории, к которым она тяготеет, они не сказать, что какие-то супертоксичные для того, чтобы, грубо говоря, бизнес-логично предположить, что из-за этой транзакции могут произойти, может произойти дефорт пользователя. Повторю эту мысль на всякий случай. То есть вот эти транзакции, они не выглядят так, как будто бы из-за них можно принять решение, а то только из-за них о том, что это у пользователя будет дефолт. Еще одна табличка есть. Это, собственно, здесь справа. Это сумма раз, когда левую категорию поменяли на правую категорию. То есть видно, опять же, что моделька не имеет какой-то суперстратегии по бизнесу взять и найти именно по смыслу те транзакции, которые влияют на дефолт. Видно, что моделька не дает каких-то смысленных подмен в транзакциях. Она просто берет и атакует те слабые места, которые у нее создались благодаря локальным минимумам в функции. На этом у меня все. Спасибо. Откуда, спрашивают у Геннадия, сферические координаты взялись? Сферические координаты – это просто как пример того, как работает Якобиан в Пайдарче. То есть мне казалось довольно важным пояснить природу Якобиана, сумму по себе, что это всего лишь производное и все. Так, вот есть вопрос, чем отличается градиент от Якобиана. Смотря какой градиент, смотря какой Якобиан. Можно себе представить ситуацию, что если мы считаем Якобиан конкретного слоя нейросети, то это будет тот самый градиент, по которому нужно шагнуть, чтобы нейросеть стала учиться лучше, если мы это делаем не относительно выхода нейросети, относительно ее лоса. То есть по большому счету Якобиан – это просто конкретная матрица с конкретно посчитанными градиентами, а градиент сам по себе – это некий инструмент, как можно брать производные внутри функции. То есть градиент – это больше широкое понятие, а реган – это набор конкретных градиентов. Собственно, да. Теоретически, если бы у нас не было трейн-сета, это было бы право. То есть мы можем уменьшить только на 0.34 по крайней мере гарантированными способами. Однако мы можем обучить модельку, получить в ней больше скор и получить большую разницу. Но, в принципе, когда 0.34 я какое-то время считал теоретическим пределом, потом оказалось, что, собственно, если обучить модельку помощнее и потом именно предсказывать, куда двинуть непосредственно предсказания на основе более мощной модельки, то у нас нижняя полоска RokaUka просядет сильно ниже, чем получается 0.33. То есть теоретически, если бы мы это делали на трейн-сете, мы могли бы уронить RokaUka до нуля. Поскольку мы не знаем настоящих метод утакуемых транзакций, мы приходим спросить информацию именно из модель. Вот теперь вопрос Рины. Размер шага, на котором мы шагаем в обратную сторону, на чем определяется? Я бы сказал, что именно моя модель предполагает, что мы шагаем до ближайшего по направлению. То есть у нас, как я говорил, есть направление, есть какой-то угол тректоров, которые доступны нам для того, чтобы к ним шагнуть. И мы шагаем, грубо говоря, в такой конус, и так, чтобы в этом конусе у нас попал именно embedding. Извиняюсь. То есть здесь мы размер шага никак не можем контролировать. Может быть, мы вообще улетим очень далеко, и это хоть направление верное, но при этом не факт, что такое большое изменение или такое маленькое изменение внесет нужный хаос-модель. Здесь приходится отталкиваться от данных, embedding довольно мало, и мы просто молимся о том, что все произойдет, как хочется. В одном месте, чтобы 0.1. Нет, это ключичная стабильность, и когда embedding совпадает сам с собой, чтобы не делить на 0. То есть там, по идее, можно просто воткнуть эпсилон, типа 1g в минус 8, но я подумал, что для нормы таких пин-кликторов 0.1, тут тоже незначимая увеличена. Спасибо за такой теплый отзыв. Мы, наверное, перейдем к следующему докладчику. Да, у меня как раз было такое предложение, можно еще раз ударить и поздравить Геннадия с первыми унесенными призовыми соревнованиями. Вот, может быть, еще какие-то призовые унесет, а может быть, уже унес. Вот, про это мы узнаем чуть попозже. А сейчас тогда следующего на сцену попросим Андрея Кузнецова, у которого было выбрано лучшее решение задачи защиты. Продолжение следует...